Ваша жизнь не стоит ничего. Дорого ценится только ваша смерть. Может быть из-за должности, а может быть вы просто оказались не в то время, не в том месте и стали опасным свидетелем. Но привычный мир вдруг перевернулся, превратился в смертельно опасные джунгли, где по вашему следу идут матерые хищники. Тогда у вас остается последняя надежда на других таких же хищников. Теперь они будут выживать вместе с вами. Ведь для них это зазеркалье жизни родная стихия. Они существуют по его законам и теперь станут вашими проводниками. Значит, если человек заходит со священного двора в затемненный подъезд, существует момент так называемой темновой адаптации глаза. Глаз адаптируется к темноте заранее. Необходимо за примерно 100 метров до входа в подъезд прикрыть. Как правило, прикрывается ведущий глаз, то есть правый. И в тот момент, когда он входит в подъезд, пересекает темновую границу, глаз открывается. Один глаз уже адаптирован. 6 октября 1981 года в прямом эфире убит президент Египта Анвар Саддат. На военном параде его расстреляли собственные гвардейцы. Это был не только провал спецслужб, проспавших в заговорах. Телохранители президента не выполнили свою работу. В последний момент не погибли вместо него. Думаю, сейчас охрана личная. Не предприняло ничего. Никто с собой Саддата не закрывал. Каждый, находящийся рядом, лезет, прячется под стулья там куда-то, падает для того, чтобы сохранить себя. Вот что представляется при одном упоминании модного нынче слова «пилохранитель» – бодига. Мгновенная реакция на внезапную угрозу, меткие выстрелы. И вы даже не успеваете понять, что могли бы расстаться с жизнью. В секунду они готовы выстрелить из любого положения и не имеют права на промах. Только все это тренировка. Обычно жизнь не дает им этой секунды. Впервые вы видите настоящее учение профессиональных телохранителей. Его проводят инструкторы некогда таинственного 9-го управления КГБ СССР. Личной охраны первых лиц государства. Вот так учат закрывать собой, то есть принимать пулю вместо кого-то. Даже в последние мгновения жизни все надо сделать правильно. Четко лечь так, чтобы пуля попала в телохранителя, а не в драгоценное тело охраняемого. Александр Солдатов в этой самой девятке отслужил много лет. Охранял самых известных персон. Еще на заре карьеры поздно вечером дежурил у дома министра обороны Устинова. Уже выехал из-за поворота его автомобиль, как наперерез метнулась тень. Кто неизвестен. В прыжке Александр успел подмять незнакомца под себя, прижал к земле, чтобы тот не успел рвануть чеку гранатой. Это лишь потом выяснилось, что местный выпивоха спешил домой с добычей. Просто работа, ничего личного. Так же когда-то поступил его отец. Михаил Петрович Солдатов был личным телохранителем Крущева. Когда во время визита в Австрию Никита Сергеевич демократически направился в толпу. Оттуда прямо в советского лидера вылетел непонятный сверток. Реакция Солдатова была моментальной. В случае взрыва Крущев бы уцелел. Все принял бы в себя телохранитель. Как он рассказывал, я за этот промежуток времени, пока он летел до меня, я успел со всеми попрощаться уже так. Он говорит, я накрыл этот предмет собой. Ну и вроде бы как ждал, когда-то все произойдет. Он говорит, вроде не взрывается. Ну тогда, говорит, принял решение. Выбросил предмет таким образом, чтобы он не в толпу туда, за толпу улетел уже. Мы-то всегда любую ситуацию воспринимаем как худшую ситуацию. Как говорится, человек потянулся, а внутри сотрудник уже начинает представлять. С возмущением узнали о покушении, телеграфировал Брежнев Рейган. А сам, говорят, как-то по-детски изумлялся, когда выяснял, что на него покушались уже трижды. Но державшиеся за спиной незаметные люди словно чуяли угрозу. Небожителям об этом предпочитали не говорить. Здесь, на Лубянке, ежедневно составлялись самые изощренные планы их убийства. И только потому они все еще оставались живы. По менталитету каждый террорист должен быть террористом. Если он не понимает, как закладывается бомба, или как организуется теракт, или как стрелять там, или нападать, и как убивать человека, то трудно защититься. Московско-Рязанская железная дорога. На одной из ее станций, в тупике, находились два вагона. В одном из них было 20, в другом 40 тонн взрывчатого вещества Аммонит-6ЖВ. 6 декабря 1978 года, 3 часа 10 минут, произошел взрыв этих вагонов. Эту трагедию тщательно скрывали. Позже выяснилось, это был не теракт, обычная халатность. Но, как цинично не прозвучит, ее ждали. Колоссальнейший взрыв произошел на стратегически важной железной дороге, по которой мог ехать сам. Толстенные отчеты стали поводом для перестройки всей системы безопасности. Как в случае необходимости расположить правительственный состав, и на что обращать внимание. На них работали все спецслужбы государства. Тактика действий любых диверсионных групп любой страны скрупулезно препарировалась. Они не учились так действовать, они учились так думать. Буквально влезая в шкуру любого спецназа любой террористической организации, только готовящейся заявить о себе. Их антитеррористическая подготовка была сродни сверхсекретной в те годы Альп. С одной только разницей. Они не имели права применить свои навыки для спасения простых граждан. Они обязаны спасти только одного человека, зачеркнув все неписанные законы гуманизма. Как действует сотрудник, когда он видит, что рядом совершается преступление, а он должен бросить пост и идти предпочтать. У меня такой случай был. Значит, группа подростков, ну не подростков, они провожали одного парня в армию, напились, конечно, и стали прямо на глазах у меня, значит, где-то недалеко от СЭВа, на нынешней мэрии, девчонку раздевать. По идее, я, конечно, очень сильно нарушил. Ну, поскольку я понимал, что физически я с ними и так справлюсь. Вот. Ну, пришлось ступиться. Я даже по этому поводу, ну, только рассказал ребятам своим, не докладывал. Потому что получил бы за это, как выговорил. В руках их клиентов судьбы мира. Ради их ликвидации террористы могут пойти на любые средства. Десятки, а то и сотни побочных жертв станут лишь безликими цифрами статистики и отвлекающим манёвром. В начале 80-х в районе Патриарших прудов похитили одного из членов полетбюро ЦК КПСС. К счастью, без жертв это были только учения. Девятка шла на девятку, изобретая, казалось бы, невозможные способы, чтобы вскрыть бреши в обороне. Вместо высокопоставленного лица выступал свой. Остальное было всерьёз. Цель стояла похитить охраняемого и перевести его в другое место. При условиях стопроцентной там, как бы, охраны. Ну, месяц мы занимались подготовкой групп, группы отвлечения, транспорта, пересадки, изучение маршрутов, проходных дворов и так далее. Итог таков, что охраняемого за три секунды похитили, за пять секунд он был пересажен в другую машину, и за семь секунд он был перевезён в другое место. Ради сохранности таких людей и проводили эти учения. Яков Рябов был, по сути, живой государственной тайной. В Политбюро он отвечал за весь советский ВПК, курировал всю госбезопасность. За один лист из его папки с документами любая разведка могла бы пойти на огромные жертвы. И вот при возвращении с одного из тульских оборонных предприятий в Москву произошло непредвиденное. Дорога с большими перепадами была, то подъёмы, то спуски. И вот спускаясь с одного из склонов, мы увидели впереди идущий самосвал. Машина ГАИ дала ему отмашку, чтобы он прижался вправо и остановился. Водитель попытался остановиться, нажал резко на комос, и этот самосвал с рецептом развернуло поперёк трассы. Первая машина ГАИ не успела среагировать и изменить движение, и влетела под самосвал. Рябов скомандовал остановиться, чтобы оказать помощь. Но телохранитель за доли секунды распознал возможную попытку похищения и заблокировал двери машины, вопреки законам человечности и ярости своего шефа. Я водителю командую вперёд. Он опять говорит стоять. Я вперёд. Короче говоря, мы трижды пререкались, но я всё-таки настоял на том, чтобы он даже ускорил, увеличил скорость и ушёл с этого места. Он был разъярён. Он сказал, что вернёмся и будем решать вопрос о дальнейшей вашей работе в органах госбезопасности. Но вместо этого на следующий день Рябов лично просил прощения у своего телохранителя. А вот на этом переезде 12 сентября 2002 года был похищен вице-президент компании «Лукойл» Сергей Кукура. Похитители действовали под маской милиции. Тайна этого преступления так и осталась похороненной где-то в высших сферах, несмотря даже на внезапное возвращение Кукуры. У профессиональных телохранителей оно до сих пор вызывает вопросы, больше похожие на подозрения. Как с Кукуры. То есть об этом тоже говорить как-то не это. Задачу с его похищением у нас там ребят на занятиях, они вот сходу почему-то решают. То есть как надо было что-то действовать. Вот. Но здесь как-то вот так вся история такая получилась. И понятно. Поэтому мы даже её как-то всерьёз, мы её не воспринимаем насчёт работы охраны, анализа там этих всех действий. Это негласные условия игры, серьёзнее любых правил. Главное отличие частной охраны от могущественной девятки или нынешней ФСО никаких прав, только обязанностей. И невольное постоянное участие в хитрых интригах большого бизнеса, где не всегда есть место простым постулатам свой-чужой, где даже днём все кошки серы, легко превращает охранника в нежелательного свидетеля, просто обязанного как тень следовать за хозяином, оберегая от любой угрозы. Вот снова школа девятки. Это только начинающие. Через минуту телохранитель должен вывести клиента. Проверка окружающей обстановки на те самые угрозы. Вроде бы всё чисто. Нормально? Стой! Позвай правую руку назад. Этого файса мне на яд не делай. Это тоже было пропущено. А надо было и такое держать в уме, это ведь не самое сложное. Смерть всегда на шаг впереди, и надо отсечь её за секунду до удара. Посмотри под нас. Не надо егенаться, видимо, и так. Смотри, которые двери выходят. Стой на месте, стой, 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 стой. Пошло за мной левой. За угол смотри. За угол налево. Прямо. Позвали. Действия начинающих ещё бестолковые и даже забавные. Но вряд ли кто знает, что даже наличие у вас двух-трёх суперпрофессионалов, прошедших огонь и воду девятки, это ещё не гарантия безопасности. Они смогут защитить только от явного покушения. Обычно же и они будут бессильны. Основное требование к обеспечению безопасности – это надёжность. Средние цифры, скажем, да, то они достаточно, ну, невысокие. Мы оцениваем их где-то процентов 7-10. Знают ли эти цифры те, кто чувствует себя в полной безопасности за широкими спинами бодигабов? Скорее, они просто не представляют, что такое настоящая опасность. Соответственно, ваш вопрос следующий – как же они живы ещё, да? Да, да. Да, соответственно, мы просто говорим – нет угрозы. Просто нет серьёзной угрозы. 20 июня 2002 года совершено покушение на вице-мэра Москвы Иосифа Арджиникидзе. Террористы перегородили ему дорогу своим автомобилем и буквально разрядили пистолет в бронированные «Вольво» вице-мэра. Охранник-то не будет сильно, шибко умным, не додумался, ничего проще, как вылезть и начать там что-то стрелять. С бронированием автомобиля куда вылезать? Пистолетные пули даже не пробили стекло. Но телохранитель сам распахнул дверь машины, в которую террористы могли швырнуть гранату. Он не сумел за секунду оценить угрозу и в общем потоке вычислить тех, кто эту угрозу представляет. Когда впервые я заступил на пост, мне старший офицер, мой наставник задает простой вопрос. Найди мне военного пенсионера. Ну я в общем-то был удивлен, говорю, как я тебе найду-то в толпе-то, не написано на лбу. И он мне сам подсказывает, ну ты сам прикинь, возраст военный, достаточно всегда опрятия, какая-то выправка, осанка, какая-то скорость движения. Он же ведь не на службу бежит. Он идет, отдыхает, возможно, в магазин. И фактически минут через пять, через семь, я говорю, вот, он, говорит, молодец, говорит. И называет там, Олег Николаевич, да, вот четыре года назад ушел в отставку. Это наш бывший сотрудник. И тогда понимаешь, что человека можно вычислять. Террорист-одиночка, готовый на смерть, это главный ужас всех телохранителей. Теоретически можно держать под колпаком любую террористическую организацию и вовремя узнавать ее планы. Но движимые личными мотивами одиночка всегда непредсказуем. Именно после убийства террористом-одиночкой президента Линкольна в апреле 1865 года в Соединенных Штатах создали секретную спецслужбу, единственная цель которой охрана президента. Но на одиночках она по-прежнему постоянно прокалывается. 2 июня 1881 года на вокзале Вашингтона Джарль Спитта спокойно минует охрану и расстреливает в спину президента Гарпельда. 6 сентября 1901 года на выставке Паппола польский анархист Леон Жолгыш из спрятанного под носовым платком пистолета в упор стреляет в президента Макинли. Джеральд Форд в одном только сентябре 1975 года чудом выживал дважды. Оба раза на него покушались женщины-одиночки. Обе стреляли с близкой дистанции. Только у одной пистолет дал осечку, а вторая элементарно промахнулась. И это тоже выстрел почти в упор. По словам специалистов, у американских президентов просто нет особых телохранителей, зачастую выполняющих основную роль. Вот здесь как раз и невластная охрана не работает. Американцы это самое слабое место. Они берут количеством и берут техники всегда. А сторожку у них всегда слабоваться. 7 ноября 1990 года Александр Шмонов из обреза пытался выстрелить в Горбачева. В комментариях говорилось, что его схватили прохожие вместе с милицией. Но как-то слишком уж обвинизованные и профессиональные, эти простые трудящиеся. Это профессионалы, которые должны уметь все. Значит, оно может вступить в действие, официально сказать, что я сотрудник 9-го управления, охранник. Только в экстремальной ситуации. МВД должно сделать все, чтобы помочь ему решить все эти задачи. Вот в этом случае идет так называемая расшифровка. В остальных случаях он не имеет права показывать, что он сотрудник негласной охраны. Негласная охрана – роскошь, почти недоступная частным структурам. Даже немногие державы обладают школой воспитания таких профессионалов. Именно из-за них тот же Шмонов не смог приблизиться к Горбачеву вплотную. По неофициальным данным, на счету советской негласной охраны около 10 предотвращенных нападений на наших лидеров. Телохранители вычисляли террориста еще до того, как он начинал реализовывать свой план. И никто ничего не замечал. Взятие за верную ручку. Когда я тянусь, как обычно, это принято, пальцами в дверную ручку, происходит открытие, пальцы идут на слом. И по-плохому ломаются кости лица. То есть я тянусь не пальцами, а ребром ладони в двери. И я сразу ставлю ногу стопой и коленом. Плюс здесь идет упор предплечья. С той стороны могут толкать дверь, при необходимости я ее буду удерживать. Минимально он должен как бы выдерживать двое суток без сна, и в том числе и без питания, или специфическое питание. Человек должен знать, что кушать, что пить, и как он себя чувствует после этого. После выпитого стакана кефира там, или той же водки, в каком он состоянии, и может ли он выполнять ту или другую работу. Богатые клиенты сегодня хотят видеть в своей охране спецназовцев. Но по словам профессионалов, они к этой работе просто непригодны. Вот тренировка телохранителей. Часами тренируются ни в коем случае не влезать в драку. Ведь в это время клиент остается без защиты. Необходимо сразу разорвать дистанцию и увести подопечного, прикрывая собой. Но если все же вынудили драться, никаких сложных блоков и приемов. Один мгновенный атакующий удар. Это надо уметь, но это нельзя применять. Вот стандартная ситуация. Неизвестный резко выхватывает что-то из-под полы. Менталитет спецназовца позволит увидеть только такое решение. Газовое оружие было у сотрудников. Он едет со смены, приезжает сдавать оружие в офис. И говорит, только я все патроны расстрелял. Я говорю, а куда же ты их делал? Пиши объяснительную. А я, говорит, отстреливался в электричке. Ну вы можете себе представить, газовое оружие отстреливался он в электричке. То есть там весь вагон, наверное, помер вообще от этого газа. А вот что было на самом деле. Человек просто потянулся за телефон. Жуткая судьба телохранителя, даже видя угрозу, не делать ничего, пока она не стала явной. Лишь подставлять себя вместо охраняемого и ждать. Отвечают премьер-министра Маргарет Тетчер. Эти охранники имеют право на многое, но и они лишь закрывают Тетчер с собой. Что уж говорить о частной охране. Профессионалы говорят, что самое сложное и даже страшное, это в боевой ситуации не убивать. Посмотрите, даже выхватив пистолет, охранник не жмет на спуск не только потому, что вокруг людей. Защищать даже свою жизнь, стреляя первым, он не имеет права. Зачастую сотрудники, прошедшие, скажем, работу в правоохранительных органах или боевые действия, у них существует синдром властных полномочий. Когда, оказавшись в реальной жизни частной охраны, они психологически не могут переключиться на то, что двери для них здесь закрыты. То есть, если им можно было раньше дверь просто выбить, показать свою корочку, и двери открывались, то здесь они фактически никто. Автомобиль необходимый атрибут охраны. Он повышает ее надежность. И знать его надо, что называется от и до, чтобы просто чувствовать, куда изощренный разум террориста спрячет взрывчатку. Даже самая незначительная деталь может раскрыть смертельную ловушку. Итак, закладка найдена. Прикрываясь дверью от возможного взрыва, телохранитель пытается проникнуть в машину. Это сравнимо с талантом скрипача. Как тот чувствует пальцами струны инструмента, так телохранитель должен уловить натяжение растяжки, если она есть. Кажется невозможным, но это стандартное требование. И даже самая изощренная ловушка может быть отвлекающей. Открывай. Мало кто знает, но автомобиль это то немногое, что телохранитель охраняет с полным на то правом. Формально само слово телохранитель юридически незаконно для частной охраны. Ведь по закону они могут охранять лишь вещи своего клиента, но не само тело. Иначе у них было бы право полностью осмотреть любой, даже секретный объект, куда должен попасть их хозяин. А если это закрытый институт или даже Кремль, поэтому такое право есть только у штатных сотрудников охраны, высших должностных лиц страны. Мы на месте. Это тоже секретный объект, причем повышенной опасности. Здесь работает только охранная элита. Прежде чем они получат звание сотрудника личной охраны, им приходится годами учить не только правила поведения в экстремальных ситуациях. Нет такого театра, даже самого маленького театра в Москве, который бы я не знал, от трюмов и до колосников, а то и до крыш. Театр это не только величественный зал, где, кстати, очень удобно целиться с балконов. Не только буфеты гримерки. Это архисложное сооружение, где легко спрятать диверсионную группу или замаскировать хитроумную взрывную машинку. Достаточно заранее внедрить агента. Со сцены легко можно устроить любую диверсию. Вспомним опыт Норд-Оста, когда нападение зрители сперва приняли за действие спектакля. И было упущено драгоценное время. Но главное вспомните, вы где-нибудь видели подробные планы самых известных театров. Именно по настоянию 9-го управления они были засекречены, а любой проявлявший к ним интерес тут же попадал под пристальный взгляд спецслужб. Как уйти из директорской ложи к служебному подъезду, чтобы уехать от служебного подъезда. Не могу я вам сказать, как пройти. Я вам могу, например, сказать, как от гардероба попасть в буфет в Большом театре. Дальше уже я вас не поведу, потому что это места, которые должен знать только сотрудник управления. Дальше прохода сквозь дверной короб. Самый сложный и ответственный момент. Злоумышленник может находиться как по правую, так и по левую сторону дверного короба. Я захожу вначале к левому дверному углу и смотрю туда, в правой, в ту часть, которая скрыта от меня справа. По 45 градусов вниз. Потом я подшагиваю наискосок и смотрю по 45 градусов влево вниз. Для чего это делается? Если скрывается злоумышленник, и он максимально плотно прижался, то первое, что показывает для обозрения, это носок его ноги, который никак не взберёт в сторону, значит, человек теряет равновесие. То есть применяется так называемый зигзаг. Даже простая прогулка высокопоставленного лица – это целая наука. На чётко выверенной дистанции его постоянно сопровождает автомобиль со специально обученным водителем. Портфель в руках телохранителя на самом деле складной пуленепробиваемый щит. Вроде всё безупречно, но такая подготовка не спасёт от естественной ненасильственной смерти. А чтобы такую смерть устроить, талантов и возможностей на земле хватает. Существует ещё огромное количество направлений, по которым можно нанести учебу безопасности. И они не всегда закрываются службами. То есть потому что не хватает специалистов, либо люди об этом просто не задумываются. То есть, например, вот у человека есть, ну он ходит на массаж. Вопрос – это его личный массажист или нет? Если это приходящий, то всегда есть вероятность, там, позвонок вправить не так. Да, и человек умер там через полгода. Вот вопрос, как бы, от чего он умер? Именно потому этот хлеб был под контролем телохранителей высокого гостя, ещё когда рос в чистом поле в виде колосей. Прежде чем испечь этот пирог, мы чётко знаем, из какой муки будет петься этот пирог. Мы чётко знаем, где и кем он будет изготавливаться. И мы наблюдаем за ним до вручения охраняемому лицу. Сегодня такие пупшоты – неизбежный атрибут высших сфер. Но едва ли когда покажут, как шампанское разливается по пупжерам. Даже в Кремле первые лица страны рискуют жизнью, как ежедневно рискуют в своих офисах ведущие политики и бизнесмены. Готовы ли к этому охрана? Какие будут совсем незаметные. Хорошие устройства. От этой полки можно поранить палец, но пропитанные ядами, они очень напажены для любого человека. В высоких кабинетах стараниями охраны никогда не появится ни одного случайного предмета. Ведь он может оказаться контейнером с отравляющим газом. Что такое? Факон? С дуками, да? С дуками, да? Ваше решение какое? Если это подразделие, это ваше? Выгодите что-то ваше? Нет, нет. Значит, мы можем... Это, конечно, только тренировка. Скоро здесь якобы состоятся важные переговоры. Работа охраны смахивает на паранойю. Только недостаток этой паранойи уже стоил жизни многим важным персонам. Может, я вам молодец. Доправляешься в действие в зерновую стройку. А вот это что? Посмотрели сюда, на какое время поставлено? На 2, 15. По совещанию во сколько у нас? 2, да? Дается время 15-20 минут. Пардиоактивные вещества, они насыпные вещества, они насыпные вещества, и они делаются маркерами. Чтобы не прилипающими веществами, чтобы не расшипывали. Видите, отмечены? Деленки маркерами. Блестящие. Светящиеся они бывают. Да, заберется. А потом уже что смотрится? Первые... Вот как легко вся эта, казалось бы, непробиваемая система охраны может оказаться лишь дорогостоящим пшиком. Как оказалось, у банкира Ивана Кивелиди, которому в телефонную трубку подсыпали отравляющее вещество. Дело даже не в том, что его охрана, ожидающая только такого нападения, не обнаружила смертоносную закладку. До сих пор нет ясного ответа, кому понадобилось это убийство. Значит, не было четкой оперативной работы по выяснению угрозы, не было разведки. И хотя закон запрещает частной охране вести оперативную деятельность, но запретить собирать информацию и анализировать ее он не может. Я не буду говорить, что мы получаем информацию, но мы все равно получаем, в любом случае. В любом случае найдет человек, который захочет эту информацию продать, даже из конкурирующей фирмы. То есть, если этот человек реально получит деньги за устранение нашего клиента, скажем, 100 тысяч долларов, мы ему предложили 150 тысяч, он, соответственно, продаст информацию и так далее. Информация в любом случае придет. Кто-то, скажем, в состоянии алкогольного опьянения, скажем, алкоголь, наркотическое, не важно. Он эту информацию весьма посочит. Именно за информацию идет тайная война. Видите, она ребристая, специальностермина, ребристая. В складках, вся где там покрывало, что можно ходить, что хочется. Маленькая, подслушивающая, звущёнщик. Направляют куда? Наши разговоры охраняем в полицию. Искусство подслушивания и подглядывания, конечно, относятся к запрещенным. Но если уж все без исключения государства вовсю используют его, то что требовать от частной охраны? По крайней мере, нужно уметь этому противостоять. Ведь защищать клиента всеми доступными средствами – это её обязанность. Только натыканные в телефонных проводах жучки – это уже анахронизм. Они вычисляются за пару секунд. Чаще пользуются подменой привычных предметов на внешне неотличимые аналоги, напичканные передающей электроникой. Подменить могут что угодно – от ручки до пепельницы. Чем привычнее предмет, тем лучше. И здесь встречаются настоящие виртуозы. В моей практике я видел такую пепельницу, изготовленную кустарем-одиночкой. Сделана пепельница была с использованием лучей преломления. То есть, как бы я на неё ни глядел, я вижу только зеркальное дно. Так вот, как бы между этими зеркальными донышками была спрятана вся эта аппаратура. Причём настолько здорово сделана, что её просто действительно не видно. Человека не обязательно убивать. Иногда выгоднее узнать амбициозные планы президента какой-нибудь процветающей фирмы. И та быстро станет банкротом. Поэтому телохранитель обязан знать все последние технические достижения в шпионском деле. А не советовать хозяину защищать секретность своих переговоров звуком льющейся воды. Этот известный, вроде бы надёжный трюк годится только для детективных романов. Звук льющейся воды – это интересный шум, но легко снимается соответствующая аппаратура. И в результате вы слышите чистую речь двоих собеседников. В этой тайной войне даже случайно купленная мебель будет исправно передавать информацию кому надо. Ведь якобы случайность её покупки легко подстроить. Грамотная же охрана будет держать такую покупку под контролем на всех стадиях, начиная от производства. Это, конечно, безумно дорого, но сейчас большинство известных фирм тратит на безопасность до 50% всего дохода. Ведь их тайны стоят сотни и тысячи миллионов. А жизни руководителей могут быть поистине бесценны. Фирма заказывает мебель на своей родине, если совместные предприятия или представительства. Её делают там, присылают сюда, а в неё уже встроено подслушивающее устройство. Пассивного типа, которое не требует питания. Со стрельбой и шумом предотвращаются всего 2% покушений. Ещё 8% срываются по чистой случайности. 90% терактов в отношении своих подопечных телохранители предотвращают благодаря оперативной работе. Это содержание платных информаторов, а иногда и внедрение своих агентов в конкурирующую фирму. Создание собственных служб наружного наблюдения и анализ собранной информации. Полноценная охрана жизни клиента – это постоянный баланс на грани закона. Наружка – это вообще такая тема, о которой, в принципе, трогать вообще бы не хотелось. Мы этим, ещё раз подчёркиваю, не имеем права заниматься. Детектив этим занимается, но опять же, это всё очень такая грань, можно ходить по лезвию ножа, и неизвестно, куда это всё приведёт. То есть можно, ну, не шаг в сторону, но и нарушение закона. Летом 1998 года разразился грандиозный скандал с подконтрольной Борису Березовскому охранной фирмой. Утверждалось, что она долгое время вела слежку за членами правительства России и даже за семьёй президента. Но за скандалом скрылось главное. Именно профессионализм службы охраны Березовского надолго перекрыл все подходы к политическому интригану и позволил ему быть на шаг впереди своих противников. Чтобы решить такую задачу, одних денег мало, нужны великолепные личные отношения охраняемого с охраной, далеко выходящие за рамки служебных. В инструкциях телохранителей высших должностных лиц Соединённых Штатов начальнику службы безопасности вменено в обязанность собрать полное психологическое досье на своего шефа, знать самые потаённые его желания и страхи, чтобы учитывать это в своей работе. Какие выходят новые телефоны, в конце концов, какие сериалы идут по телевидению, да, какой спорт. Он должен изучать сферу интересов своего охраняемого лица. Потому что, ответив два раза не в попад, охраняемый лицо больше с человеком разговаривать не будет. Если он поймёт, что это для него не собеседник. А, соответственно, он не сможет ему доверять. Доверять в плане информации о своих планах, доверять ещё какую-то информацию. Исходя из этого, телохранитель просто не сможет выполнять свою работу. По неофициальным данным, Александр Коржаков был назначен в личную охрану Ельцина, в том числе и потому, что хорошо играл в столь любимый президентом теннис. Общность интересов стала основой для настоящей дружбы, длившейся хоть и недолго, но принёсшей сенсационные плоды. Когда Ельцин приказал создать свою трудоопасность, первое условие я поставил, чтобы не было неприкасаемых. Чтобы я мог проехать любого. Вплоть до премьеров, вплоть до первого помощника. И у меня поэтому там были очень хорошие результаты. Допустим, обнаружен трианон свой. Просто я не мог это реализовать полностью, не успел. Но доказать, что трианон у нас там был, это я могу. Он просто не успел полностью себе... Только начал работать в итальянской разведке. Только начал. Только начал уже носить документы, показывать, это зафиксировано. Но это самый высший круг. Говорят, что разлад в их отношениях наступил после того, как Коржаков слишком явно стал брать власть в свои руки. Единолично решая, как поступать президенту. С кем встречаться, а кому отказать. Но в этом он не уникальный. Генерал Титков лично отвечал за безопасность многих известных политиков во время их визитов в нашу страну. Однажды обеспечение им такого рода безопасности могло стоить нам международного скандала. Но безопасность для телохранителя превыше всего. 10 июня 1990 года в Ленинакан прилетела Маргарет Тэтчер с приятной миссией открыть школу, построенную и подаренную англичанами Ленинакану. Нас смотрят через переводчика. Вы обманщик, генерал. Вы меня обманули. Я вам выговор объявляю. Я говорю, ну выговор так выговор. Мы в самолет сели, полетели. Ну по дороге она своего министра иностранных дел целый полет до Москвы воспитывала. Там протокол, охрану. Ну мы выполнили то, что я считал в тот момент необходимым. Это было одно из самых страшных землетрясений в СССР. Эти развалины готовы были рухнуть в любой момент. И к ним боялись подходить даже строители. Но неожиданно для советской страны выяснилось, что у Тэтчер запланирована встреча с прихожанами чудом уцелевшего храма. Я вызываю сотрудника и начальника ее храма и объясняю, что нам ехать туда нельзя. Потому что храм в таком состоянии, что гарантировать, что он не обвалится, нельзя. Он идет к Тэтчер, докладывает. Она говорит, нет, я поеду туда, я со священником договорилась. Привозим священника, вот, пожалуйста, беседуйте. Она с ним побеседовала, нет, там народ ждет, я должна туда ехать. Принимать решение, да? Тэтчер была уверена, что точно рассчитала свой маршрут. По пути к храму она собиралась возложить цветы к храму, национальному памятнику известного армянского поэта. Но пока премьер открывала школу, была совершена целая спецоперация по подмене памятника. Я спрашиваю у местных наших коллег, я говорю, у вас там по дороге в аэропорт есть хачкар какой-нибудь хороший? Да, ведь есть. Срочно оттуда почетный караул, забирай цветы, венки и туда их перемещай. Я говорю, как все сделаешь, скажи, тогда будем выезжать. Ладно, ладно, ну все, она говорит, едем в храм. Садимся в автобус, едем по дороге как в храм, объезжаем его вокруг, но она же не знает, где остановка, где надо выходить. Вот, и подвожу его к этому хачкару. Все как по протоколу. Она выходит, возлагает эти самые цветы. Все, довольны, садимся в автобус и через пять минут у самолета. Их слишком хорошо учили спасать жизнь в любой ситуации. И потому они слишком хорошо знают, что ни один террорист не сможет сделать то, что сделают элементарная глупость или неосторожность. Этим профессиональным специалистам по антитеррору приходилось быть и няньками. Вы поняли, что произошло? Даже не дать поскользнуться на ровном месте – тоже обязанность телохранителя. А ведь поскользнуться, уронить лицо, стать героем случайного скандала, особенно перед объективами, для многих значимых персон иногда равносильно смерти. Вот профессиональная работа охраны. Даже спасая охраняемого от прямого нападения, телохранители не причиняют физического вреда бандиту, только нейтрализуют его на время. Это и есть хорошая работа, чтобы все были целы, кроме, может быть, самих телохранителей. Но это уже издержки работы, а клиента нельзя обвинять ни в чем. Если он кидает что-то, мы не имеем права его вырубать. Это на каком основании? Мы попадаем под статью. А если это провокация, мы его бьем, а там нас снимают и говорят, вот тут охрана такая-сякая. Это провокация. А пресса грозит не только скандалами, иногда она несет и смерть. В 1986 году, под видом журналиста, террорист-смертник должен был уничтожить Горбачева и Рейгана во время первого визита американского президента в Москву. Именно служба охраны раскрыла и обезвредила его еще на подходе. По краю могилы в 1977 году ходили Брежнев с Никсоном, подписывая исторический договор в СВ-2. Слишком могущественные силы теряли при этом огромные деньги. Готовили договор госсекретарь Соединенных Штатов Киссинджер и министр иностранных дел СССР Громыко. Во время одной из последних решающих встреч, когда напряжение достигло апогея, на территорию их особняка в Вашингтоне, словно по чьей-то команде, хлынуло около 400 журналистов, среди которых мог оказаться кто угодно. Отцепление состояло из бархатного шнура и три или четыре стоечки. Я попросил своих сотрудников этот шнур из держателей вытащить и взять в руки. Насколько было у нас сил, мы сдерживали их вот за этой веревкой, за этим канатом. А потом по моей команде мы просто бросили этот канат. Там побили много камер, они много аппаратов побили. Ну, представляете, 400 человек друг на друга, типа домино. Лестница. Здесь может быть обрушенная ступенька. Кто-то может поставить ножку, толкнуть. Среднестатистичный человек ставит ногу прямо перпендикулярно ступеньке и вверх. Это чревато потерей равновесия и травмой об острые края ступенек. Профессионал ставит ноги следующим образом. Нога выводится в год 45 градусов к линии ступени и как можно глубже. Это дает устойчивость. Это первое. Второе. Это дает определенное расположение тела. То есть, если я буду падать, я буду падать параллельно ступеньке. С минимальным риском. Даже уйдя в отставку со всех постов, Киссинджер оставался фигурой мировой величины. Во время последнего прилета в Москву его охраняли уже телохранители частной фирмы. Но попробуйте представить, какой должна быть охрана частного лица, решающего межгосударственные вопросы. Это совершенно другой уровень. Там совершенно другие правила. И людям, чтобы подняться на этот уровень, им, так сказать, нужны абсолютно другие знания, абсолютно другой опыт. То, что вы просто представьте себе на момент, сколько стоит доллар, да, минута потерянного времени таких людей. Целохранители знают, таких людей не обязательно убивать. Им достаточно просто сорвать встречу, устроить провокацию, которая сведет на нет переговоры высших лиц. Это уровень, на котором решение проблемы при помощи выхваченного пистолета равняется полному провалу. Здесь все решают секунды. Четкое знание черных ходов и проходных дворов, по которым в случае чего надо провести охраняемого так, чтобы он даже не обратил внимания на то, что произошли какие-то изменения. Они не имеют права попасть в пробку. А значит, наизусть надо знать десяток разных маршрутов и уметь перескочить с одного на другой, не нарушая правил движения. Говорят, известные люди, особенно люди шоу-бизнеса, страшно капризны. Этим телохранителям приходилось обеспечивать безопасность такой суперзвезды, как Наоми Кэмп. Скандалы вокруг ее точенной фигурки пронеслись по газетам всего мира. Но оказывается, настоящие мировые звезды тем и отличаются от наших доморощенных, что четко знают, как можно поработать на свой скандальный имидж, чтобы ни в коем случае не помешать работе тех, кто отвечает за их жизнь. Они дисциплинированы, они понимают какие-то условия игры. Они, в противном случае, не добились успеха. И они знают, как что надо сделать для того, чтобы добиться успеха. Наоми Кэмпбелл проблем особо больших не было, если не считать того, что она иногда опаздывала часа на полтора на пресс-конференцию. Но это, в общем-то, наверное, не самое страшное. Хуже, когда храняем лицо себе на уме и делать то, что считать нужно. С ней таких проблем не было. И все же вот для таких проблем их тренируют годами. И уже не важно, то ли это пара волкодавов коммерсанта средней руки, то ли сверхоснащенная президентская рать, на которую работают все спецслужбы государства. Ведь даже самая сверхсложная техника тоже дает сбои. И тогда остаются только законы джунглей. То самое звериное чутье опасности. И последняя секунда, за которую надо принять вроде бы простое решение. Подставить под удар себя. Ничего личного. Просто работа. Все-таки кинул вперед левую руку, ухожу в левую. Только все равно его прикрыл. Дай, руки вот так, вот так, вот. Ну, все. Все. Данное нападочное судно обезврежено. Дальше работает группа. Либо они его убирают, либо вводят охраняемое лицо. Первый человек, который заходит в личке, всегда рискует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...